всем привет ребят сегодня плановый брифинг для брокера маркетс вы уже привыкли к тому что по четвергам всегда мой обзор но те кто не привык привыкайте сами про трейд и это трейдинг без цензуры посмотрим на открытые позиции разберем лимитные ордера найдем новые идеи что по рынкам сегодня смотрим валюту сырье обязательно посмотрим биткоин он сейчас интересен затронем тему snp и некоторых акций всем спасибо за внимание давайте начнем сперва посмотрим на открытые позиции и постепенно перейдем к новым идеям и возможным лимитным ордерам давайте посмотрим на еврофунт кто помнит еврофунт у нас стоял лимитный ордер около месяца около месяца я выдерживал все это падение для того чтобы закупиться на позиционных минимумах сейчас перед вами недельный график и вы видите этот сценарий идея была в том чтобы купить на минимумах позиционного значения игнорируя ближайшие локальные минимумы и стоп поставить за зону сноса возможных стоп приказов я понимал что стопы участников будут стоять в этих машин в этих диапазонах и следовательно поставил свой стоп изначально ниже в данный момент позиция в без убытки и возможно придется фиксировать частично если будет сегодня или завтра значительный откат но пока оставляю все без изменений позиция вполне перспективная и у нее у нее есть вариант дорасти до 85 с половиной до 86 поэтому пока особых корректив не вношу это позиция была выбрана как альтернатива продажи фунт доллару почему с фунт долларом я решил ограничить себя в торговле и не открывал позиции да просто потому что он был в аномальном росте и здесь очень многие поймали свои стопы на каждой попытке продать валютную пару кстати пишите ребят в комментариях кто пытался продать фунт доллар и поймал на этом стоп у нас мышление у многих работает таким образом что если сильно растет то надо продавать рано или поздно развернет и на этом очень многие теряют все таки деньги что касается фунт доллара то с моей точки зрения сейчас самым оптимальным сценарием будет все-таки рассмотреть покупку в районе 29.50 тире 28.50 может быть даже 27.80 то есть смотреть немножко ниже для того чтобы стоп был более безопасным но 29.50 как точку входа рассмотреть вполне можно для того чтобы купить актив пока тенденция не сменилась о сломе тенденции мы можем говорить только ниже 28 поэтому пока все еще в силе и фунт доллар это интересная идея который можете сразу себе пометить ну давайте перейдем в терминал для ресерча для того чтобы обозначить все основные идеи по индексу доллара то есть отношение доллара к валютным парам на основной корзине валют мы видим что все таки зона спроса себя оправдывает и несмотря на то что это синтетическое обозначение это всего лишь индекс мы понимаем что отражение корреляции находит себя именно здесь и что можно предпринимать по евро доллару лимитный ордер который у нас стоит уже очень давно может быть кто-то не контролирует мою торговлю кто-то не смотрит за моими обзорами но постоянно все для вас в живую у нас есть лимитник на покупку в позиционной и лимитник на продажу в позиционной лимитник на продажу это 12 20 13 10 он по сей день актуален и на случай роста это интересно да евро доллар очень длительное время совершает движение для того чтобы дождаться импульса для того чтобы поймать позицию порой приходится дождать месяцами но эта идея она пока интересна и она может быть перспективной с потенциалом движения до 108 50 до 108 где уже стоит пересматривать направление и наверное переоткрываться покупку потенциал движения в целом очень большой 3 3 с половиной возможного снижения один к трем с половиной соотношения поэтому эту идею тоже можете пометить по фон доллару я думаю вам все понятно доллар иена советую пока воздержаться потому что нет ничего ключевого и в свою очередь это опасный инструмент для того чтобы сейчас работать доллар франк здесь поинтереснее доллар франк можно попробовать с позиционных минимумов попробовать купить его в районе 97 50 риском за 96 80 но понимать что в таком случае можно на месяц а то и дольше зависнуть позиции если вы будете проводить элементарные вычисления элементарные исследования то вы будете замечать что допустим движение такого диапазона последние она была за 54 дня следовательно если вы готовы держать позицию в среднем порядка 40-50 дней то можно попробовать да может быть импульс но это крайне редко и на рост импульсов как таковых особо не было на все последние циклы поэтому умеете держать если вы открываете такие позиции это тоже вариант его можно взять я торговать не буду потому что с долларом франком очень аккуратно дальше золото которое в этом месяце уже если кто помнит за этот месяц уже были позиции и в частности были позиции по золоту непосредственно позиции по золоту были открыты на продажу и в свою очередь закрыты в тот момент когда цена начала подниматься вот они были эти сделки первое было закрыто на минимуме потом когда цена начала откатывать я закрывал остальные но по факту получилось закрыть их практически неплохо до хотелось большего снижения но это рынок он не всегда делает то что хотелось бы и сейчас несколько иная картина сейчас в эту зону предложения изначально от которой мы пытались открывать short сейчас цена поджимается и может быть вероятный пробой за ним тоже нужно следить если будет пробой часовики наблюдать можно попробовать войти либо на откате либо на факте закрепления это тысяча четыреста восемьдесят пять запомните значение и наблюдайте цена закрепиться можно пробовать искать покупки но при этом закрепление должно быть качественным не импульсным и желательно с задержкой цены выше уровня на 46 часов по золоту тоже неплохой вариант доллар рубль вариант который сейчас интересен но при этом цена довольно опасно ходит был очень резкий импульс цена сбила всех по стопам кто пробовал покупать и сейчас по-прежнему позиционной области но возникают сложности с определения в основной зоны входа если вы покупали доллар за рубли в обменниках то это выгодная цена и в принципе можно удерживать если вы хотите проспекулировать на этом то попробуйте взять по 62 10 с риском ниже 61 20 то есть середина этой позиционной области потенциалы движения довольно ограничены здесь порядка 64 может быть 65 но это тоже варианты попробовать стоит новозеландец здесь была идея в том чтобы попробовать открывать продажи на случай пробоя компенсации продажи пробовали сейчас прошло верх выбило по безубытку тех кто работал повторно сейчас перезаходов нет свою очередь позиционно имеет смысл покупать в районе 64 с риском за 63 50 то есть примерно 64 10 63 50 это неплохая зона покупок и для меня она актуальна еврофунт никаких корректив пока не вносим я уже сказал позицию удерживаем по нефти несмотря на то что идет резкий рост но нет область области за которой можно зацепиться в откат возможно это 58 но где в таком случае ставить стоп приказ смотреть откаты в район 58 57 если будут угасания ценовые параболические закругления то свою очередь можно будет покупать и смотреть на эти варианты еще хочу сказать что на этой неделе конкретно завтра выходит первая серия моего проекта бесплатная энциклопедия трейдинга этот проект создан для того чтобы люди брали бесплатно то за что они привыкли сейчас платить деньги то есть немножко отобрать хлеб у инфобизнесменов и дать людям нормальный качественный материал завтра выходит первая серия и каждую неделю будут выходить материалы по трейдингу совершенно бесплатно поэтому не забывайте что нужно подписаться также и на мой канал про трейдинг про трейд трейдинг без цензуры и смотреть в свою очередь интересные вебинары материалы и все это будет очень и очень наглядно но она маркет c будут выходить непосредственно аналитические обзоры на моем канале аналитики больше не будет будут только материалы образовательного характера bitcoin вот то что интересно вчера мы говорили о том что стоит смотреть 6 половиной тире 6 для того чтобы искать покупки но я для себя естественно поднявки их не вижу тот кто работал младший таймфрейм и те пробовали заходить на угасание на возможный импульс то есть этот импульс поймали но что делать сейчас про начинается откат я бы закрывал длинные те кто работал краткосрочно и ждал еще ниже чтобы попробовать повторные покупки то ждать на выносе стопов ниже 6 половиной будут сбивать стопы если вам получится у вас удастся вам зайти на 6 106 то можно пробовать брать длинные в таком вот формате отработать по коротким сказать ничего не могу это довольно рисково акции поясин пи моя ключевая идея которая буду реализовывать это падение на 32 950 может быть она будет через месяц через два через три может быть завтра никто этого не знает но покупать на такой коррекции это возможность заработать хорошие деньги все хорошие деньги делаются на коррекционных откатах если говорить о акциях ждем падения закупаемся наиболее просевшими хорошими акциями и удерживаем их максимальная максимальный диапазон движения максимальное время по apple это зона 225 210 зона покупок так 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 и мди это 32 29 cmsa хотелось купить по 41 и 9 но не дали цена начала разворачиваться раньше пока оставим в покое fedex это позиционная область 131 120 google 1190 1150 home depot hd это 195 186 intel intc это 51 49 mcdonald's это 184 179 microsoft это 136 132 но тут еще стоит уточнить один важный нюанс что эти области актуальны только в том случае если акция не перегоняет индекс что это значит начал падать рынок в целом вы видите что индекс в пределах 3000 2 900 и при этом акция находится в той зоне которую я называю тогда нужно ее покупать однозначно нет покупайте индекс торгуйте фьючерс либо опять же контракт на разницу нетфликс 251 230 давайте посмотрим на тесла тесла это космос конечно но 245 220 тесла это это та бумага которая делает всем деньги у тех кто покупал по 180 счастливые люди те кто покупал по 180 393 то есть понимаете да в два раза то есть заработали сто процентов на вложены и кто-то мне будет говорить про криптовалюту лишь что-то еще акции ходят также есть пенни стокс который ходит также как криптовалюта просто люди почему-то думают что только криптовалюта бывает волатильной это топовая акция если вы начнете смотреть акции которые стоят по доллару по 2 то они делают там и 300 и 400 и 500 и 1000 процентов то же самое но люди не вдаются в такие подробности и многих пугает то что вход на рынок акции значительно дороже и проблематичнее потому что нужно платить налоги и все остальное но деньги делать там можно такие же но вы еще и защищены вот такие вот дела сейчас много всего интересного постепенно буду давать вам и вам информацию не забывайте подписаться на канал и нажимать колокольчик и быть всегда в курсе полезного контента если хотите заходите смотрите всегда будем вам рады всем спасибо за внимание всем пока спасибо